АВИАИНЦИДЕНТЫ 12 января 2000 года ночью в простых метеоусловиях в аэропорту Толмачёва города Новосибирска произошёл серьёзный инцидент с самолётом Ту-154М авиакомпании «Сибирь». При заходе на посадку отказали все три двигателя. В сложной ситуации экипаж проявил высокий профессионализм и благополучно сел. Никто не пострадал. Реконструкция событий 12 января 2000 года. Ту-154 выполняет рейс по маршруту Краснодар-Радужный-Новосибирск. Самолёт подлетает к конечному пункту своего назначения – аэропорту Толмачёва. В кабине четыре лётчика. Командир Михаил Долгов, второй пилот Александр Курбатов, штурман Эдуард Волошин и бортинженер Юрий Разумеев. Высота 640 метров. Остаётся два раза повернуть, и полоса будет прямо перед ними. Выпускаются шасси и закрылки, уменьшается режим работы двигателей, и тут происходит отказ одного из них. На Ту-154 три двигателя, и все они расположены в хвосте самолёта. Отказывает тот, что посередине. Ситуация не является критической, лётчики знают, что делать. Экипаж докладывает на землю и продолжает заход. Первые замечания по работе двигателей появились ещё на эшелоне. Во время смены высоты полёта с 10 600 до 10 100 метров режим работы двигателей был установлен в положение «малый газ». При этом произошёл провал оборотов, и начались нехарактерные колебания. Параметры работы движков восстановились сразу после того, как лётчики добавили газу, установили обычный режим их работы. Данная ситуация повторилась вновь в начале снижения с эшелона. И вот сейчас уже на двух работающих двигателях экипаж готовится к посадке. Экипаж проводит последние проверки перед посадкой. Самолёт доворачивает на полосу, и тут у пилотов возникают сомнения в правильности работы системы «Курс-МП», которая и должна их вывести на посадочный курс. Стрелка прибора хоть и перемещается в нужном направлении, но слишком быстро. Система «Курс-МП» отказывает, но не сигнализирует об этом. Идя по недостоверным показаниям прибора, экипаж уклоняется влево, а до полосы всего 5 километров. Минута полёта. Высота 270, и тут экипаж понимает, что система отказала. Правильно оценив положение самолёта как непосадочное, командир принимает решение об уходе на второй круг. Система, чего у нас показывают, ребята, блин? Я не спасу решение. Не вижу, где полоса. Да, вон. Жестный режим. Жестный режим. Попадем на второй круг. После команды об уходе на второй круг происходит отказ второго двигателя. На ближний привод, я делаю. Так, режим, ребята. С вами ровно. Еще на их скорость. 90 метров оттанка. Садимся. В сложной ситуации, характеризующейся непосадочным положением самолёта и отказом двух двигателей, командир принимает решение сажать машину. За окном ночь. Приборы не работают. Командир переходит на визуальный полёт. Проявив высочайший профессионализм и умелое руководство экипажем, Михаил Долгов выполняет змейку и всё-таки выводит самолёт на посадочный курс. На высоте 100 метров они пересекают торец полосы. Уже перед самым касанием на высоте 9 метров происходит отказ последнего третьего двигателя. Отказ! На расстоянии 1200 метров от порога взлётной полосы Михаил Долгов сажает машину. Постанавливающие сертиферторы! Доводим! Доводим торможение! Подвигат! По полосотни! Подсмотрим! Для остановки в пределах полосы экипаж применяет аварийное торможение, что приводит к разрушению всех 12 пневматиков колёс основных опор шасси. Самолёт останавливается за 600 метров до конца полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Я сейчас открыл посадку. Ну что, зритель, возьми посадку? Да, извини. Причиной отказа двигателей явилось загрязнение топлива остатками лакокрасочного покрытия. Внутренняя поверхность топливозаправщиков аэропорта Краснодара была покрыта некондиционной краской. Она растворилась в авиационном керосине и засорила топливные насосы самолёта. Керосин просто перестал поступать в паке. Отказ насосов и привёл к выключению двигателей в полёте. Уже после посадки выяснили, что масса эпоксидной смолы на топливных фильтрах в три раза превышала массу допустимых отложений. При покраске внутренних поверхностей цистерн заправщиков не учли недостаточную топливостойкость краски. Работы проводила фирма НПФ ЭККОМ, которая не имела сертификации для выполнения этих работ. При покраске отсутствовали необходимые климатические условия для послойной сушки. Эмаль наносилась валиком и кистью вместо безвоздушного распыления. Покрашенная цистерна принималась специалистами авиалинии Кубани без должного контроля качества. Федеральная авиационная служба, ныне Росавиация, рекомендовала эмали без их испытаний на топливостойкость. Помимо семи покрашенных заправщиков в Краснодаре, за два года фирма НПФ ЭККОМ покрасила еще 18 таких же в Новокузнецке, Полково, Минеральных водах, Южно-Сахалинске, Чкаловском и Шереметьеве. Все они были отстранены от эксплуатации. Спустя два с половиной года командир экипажа Михаил Долгов был награжден Орденом Мужества. Бортинженер Юрий Разумеев и штурман Эдуард Волошин – Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Второй пилот Александр Курбатов медалью Нестерова. Авиаинциденты